Приветствую, дорогие братья и сёстры, приветствую, дорогая Церковь! Находясь в таких трудностях, сложностях, переживаниях, мы всё равно приходим к Господу, приходим к Его милосердию, приводим к Его ногам с молитвой, с просьбой о мире, с просьбой о помощи, об охране, о защите. И сегодня хотелось бы, чтобы мы ободрились, ободрились, день воскресный, мы там, где находимся, мы хотим прославить нашего Господа, прославить Его, потому что то, что происходит, мы верим, мы доверяем Богу, и мы понимаем, что оно скоро закончится. Каким образом, мы не знаем, будем ли, останемся ли мы живы, это тоже во власти Господа. Но мы приходим к Господу, и на основании Слова Его хотим увидеть, как нам в таких обстоятельствах, как нам поступать, что делать в таких обстоятельствах. И я бы хотел, чтобы мы обратились к Слову Божьему и взяли пример из Библии. Как мужи Божии, царь Давид, сегодня примером послужит для нас, как он в таких обстоятельствах, как он себя вел, как он поступал. Я читаю Первое царство, 30-я глава, эту историю. Я напомню ее, и вот с первого стиха я прочту, по седьмой стих. И напомню эту историю, и посмотрим, как Давид поступил в такой ситуации. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секелах, а малекитяне напали с юга на Секелах и взяли Секелах, и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид, и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, Изриэль, Тянка, и Авегея, бывшая жена Навала, Кармелия, Тянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего. Вот до этого места. Я не хочу дальше читать, вы прочтите эту всю главу дома, но я хочу заметить, я хочу, чтобы мы взяли пример Давида. Он находился в таких же обстоятельствах, может, намного хуже, даже чем мы сегодня находимся. Но Давид, как на украинском перекладном каже, Давид смецнився Господу. Давид в такой ситуации, в которой находился он, люди его и его близкие восстали на него и хотели убить. Они обвиняли его, что ты виноват в этом. Он лишился всего, жен, детей, своих материальных ценностей, всего, что у него было, всего имени. И Давид напил сына, укрепился надеждою на Господа. Это то, что сегодня может укрепить нас, братья и сестры. Это сегодня то, что может поддержать нас. Это наш Господь. А наша надежда на Него. И вот в этом мы можем укрепиться. В этом мы можем ободриться. В том, что нас Господь на небесах. И Он на своем храме. Так говорит нам 10-й псалом. Я его прочту весь. И это будет наше ободрение. Это будет сегодня в такое время, в которое переживаем мы, наша страна, наши родные, близкие, дети, внуки. Сегодня мы только одним можем укрепиться. Можем одним утешиться, ободриться. Это надеждою на нашего Господа. И вот 10-й псалом. Это в ободрение для каждого из нас. Я прочту этот псалом Давида. 10-й. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять к правым сердцам. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем. Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем пролет он на нечестивые горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведник. Господь на святом храме. Он тот, который утешит, Он тот, который пошлет ободрение, Он тот, который укрепит наши силы духовные, душевные, физические. Это все может сделать наш Господь. И Давид обратился к нему. Давид попросил Господа. Он попросил, что мне делать? И Господь подсказал ему. И мы знаем эту историю. Вы прочитаете дома 30 главу. Как Господь повел Давида. Как Он послал ему этого пленного, отрока, египтянина, того, который нападал. Нападал и забирал его жен, детей. Он проявил к нему милость. И Господь воздал Давиду. Он вернул все. Он получил все. Пусть Господь сегодня и даст и нам, чтобы мы оставались христианами, чтобы мы в любых отношениях, чтобы мы никого не проклинали, чтобы мы никого не упрекали. Господь на небесах. Он явил нам милость. Он нас спас. Он нам по благодати подарил вечность. И сегодня Он хочет, чтобы и мы проявляли это милосердие. Ко всем слабым, ко всем тем, которые не желают нам добра, чтобы мы благословляли, чтобы мы молились. Давайте сегодня будем молиться. Молиться за наши обстоятельства. Молиться за нашу страну. Чтобы Господь сберег, чтобы Господь постылал мир, чтобы Господь дал нам силы устоять в любых обстоятельствах. И чтобы Господь также дал покаяние и тем, которые пришли к нам с враждой, пришли с оружием, чтобы Господь и их спас, потому что они тоже нуждаются в спасении. Пусть Господь благословит, чтобы эти обстоятельства, они дали нам проявлять любовь к ближнему, чтобы эти обстоятельства дали нам надежду упование свое, основание свое строить на нашем Господе, который силен, который во святом храме своем и силен сегодня изменить эту ситуацию. Давайте будем взывать к Нему, молиться к Нему. Давайте будем поддерживать тех, которые нуждаются в утешении, в ободрении. Пусть Господь всем нам даст пройти это время и с полным доверием и надеждой на нашего Господа. Пусть Господь благословит всех нас. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. Славим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Спаситель Милосердный, за Твою любовь, за Твои милости, за то, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, за то, что Ты на святом храме своем. И Ты видишь и знаешь эту ситуацию, которую сегодня переживает наша страна. И мы просим милости у Тебя. Мы просим у Тебя, Господь, силы, мудрости, крепости. Боже, дай нам устоять, устоять в вере, устоять в надежде, чтобы нам не роптать, Господь, чтобы нам остаться христианами, которые любят тех, которые даже причиняют нам боль, любят тех, которые нуждаются в помощи. Господь, помоги проявлять в таких даже обстоятельствах, проявлять любовь, милосердие. Мы доверяемся Тебе, Господь. Мы прославляем Тебя и просим только одного. Помоги, Господь, нам. Укрепи нашу веру. Помоги нам, Господь, в любых обстоятельствах прославлять Твое святое имя, потому что Ты этого достойный. Благослови Церковь, Господь. Мы молимся за тех, кто сегодня, Господь, находится в сложных обстоятельствах, в болезнях, в трудностях, в гонениях, кто переживает эти бомбежки, кто не имеет, может быть, сейчас своего дома, своих условий каких-то для жизни Божьих. Благослови, поддержи, укрепи, Господь, нас, чтобы мы и в этих обстоятельствах могли благодарить Тебя, Тебе за всю славу, Тебе за всю честь. Ты наш Бог. Ты достоин хвалы и чести и поклонения от нас. Во имя Иисуса Христа, мои молитвы. Аминь. Твердыня моя и Спаситель мой, на Тебя уповаю я, лишь Тебе для души есть спасение, лишь Тебе вся жизнь моя. Тебе радость пела хожу я, Ты прибережище мое, в Твоем присутствии всегда находит покой душа. Твердыня моя и Спаситель мой, на Тебя уповаю я, лишь Тебе для души и спасение лет, лишь Тебе вся жизнь моя. Тебе радость пела хожу я, Ты прибережище мое, в Твоем присутствии всегда находит покой душа. Находит покой душа. Находит покой душа. Приветствую вас, дорогая церковь. Мир вам. Вы знаете, все знают, какое время мы сейчас живем. Сложное, неожиданное, но, слава Богу, что Он с нами. Он всегда с нами. И когда Он с нами, мы можем идти вперед и крепко держит Его руки. Вы знаете, иногда мы думаем, что и нам казалось, будто Бог уже не так близко к нам или к нашим семьям, как прошлое. А может, мы чувствуем, что мы находимся далеко от Него. Думаем, нам необходимо остановиться и спросить себя, чего мы боимся на самом деле. Боимся заболеть или боимся даже смерть. Тогда давайте вспомним слова Павла, когда он пишет, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения». Или же мы боимся отлучиться от любви Божьей. Сколько людей переживают трудности в разные периоды жизни, перестают ощущать любовь Бога, как ощущали когда-то. Знаете, нет ничего страшного в таких ощущениях. Со мной тоже так бывает и особенно честно скажу, последние два дня я чувствовал и я даже спрашивал Бога, а где ты в этот момент сейчас? но такие моменты мы должны вспомнить, что Бог всегда с нами. Я хочу прочитать пару стихов из Римлянам, 8 глава с 31 по 39 стихи. Павел пишет такие ободрающие для нас слова. Что же скажет на это? Если Бог за нас, кто против нас? Там тот, который Сына Своего не пошадил, но передал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам из всего? Кто будет обвинять избранник Божий? Бог оправдает их. Кто осуждает? Христос Иисус умр, но и воскрес Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Потом он продолжает с такими словами. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота или гонение или голод или нагода или опасность или даже меч? Как написано «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец обреченных на заклане, но все же преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, дорогая церковь, Павел пишет, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни англии, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другие, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей. Во кресте Иисусе, Господа нашем, ничего не может отлучить нас от любви Божьей. Слава Богу! Слава Богу, дорогая церковь! Давид напоминает нам об этой истине в 117 Псалме 6 стих, когда он пишет Господь за меня не устрашусь, что сделает мне человек. А Иоанн в своем первом послании 4.4 говорит об этом так, дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Павел тоже продолжает укрепляя нашу смелость в 32 стихе он пишет, что Бог обладает всем, чтобы восполнить все наши нужды. Он пишет, сына своего не пошадил. Бог дал нам все необходимо, даже своего горячего, любимого, единственного сына. Так что не существует такой нужды, которую Бог оставит не восполнено. Бог обеспечивает наши нужды. Как часто испытывая трудности здесь, в Украине, мы начинаем переживать, и мы чувствуем, что может быть его любовь далеко от нас. Но, дорогая церковь, его любовь ближится к нам. Его любовь больше и больше. И мы лично, мы лично чувствовали его любовь в течение последних два дня. Господь с нами, дорогая церковь, Господь с нами. нет ничего. Ничего из перечисленного Павлом в прочитанном адривке, ничего из того, что, возможно, беспокоит нас с вами сейчас. Ничего из того, о чем мы можем подумать и что можем представить себе. Ничто не может похитить нас из руки Отца. Иисус сказал, 10 главе Евангелия от Иоанна 27-29. О все мои, слушается голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитит их из руки Отца моего. Слава Богу, ничто и никто не может отлучить нас от Бога и Его любви. Почему же мы можем побеждать, как написано Павел, преодолевать страхи, зло, страх перед смертью, гонение со всех сторон. Как мы можем, почему? Потому что, дорогая церковь, мы во Христе Иисусе Господе нашим, и Его любовь крепко держит нас. Мне вновь приходят на память слова из книги Откровения 12, 10, 11. И услышу я громкий голос, говорящий на небе, не не настало спасение и сила и старство Бога нашего и власть Христа Его, потому что не извержен клеветник братья наших, клеветяющий на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью ангса и словом свидетельства Своего и не возлюбили души Своей даже до смерти. Не возлюбили души Своей даже до смерти. Дорогая церковь, мы не знаем, что будет завтра, что у Бога есть план нас в будущее, но у нас такие слова из Его Священного Писания, где мы можем найти Его Любовь и то, что Он дает нам победу. Он дает нам величайшую победу с Ним. Павел вновь и вновь заверяет нас, верующих, в том, что Божья любовь, явная нам во Христе Иисусе, удерживает нас, животворит нас и дарует нам победу каждый день. Каждый день Он дает нам победу. Тот, кто не возлюбил своей души, то есть его жизнь, но добровольно отдал ее и умр, чтобы одержать окончательную победу над грехом и смертью, именно Он дарует нам победу, когда мы следуем Его примеру. Передо мною и вами сегодня стоит вопрос, почему мы позволяем страхом управлять нами? Что или кого мы боимся? И наш ответ должен быть простим и окончательным, потому что таков и есть ответ на самом деле. Нам с Божьи ничего и никого бояться. Если Бог за нас, тогда никто не может быть против нас. И никто не может победить нас, потому что мы во кресте Иисусе мы победителем. Бог уже взял победу и он дает нам победу в него. Слава нашей, нашу любящему Богу и его сына. Мы постоянно в молитве за вас и мы ждем скорейшей встречи. Мы очень ждем. Мы сильно хотим обнимать вас. Мы сильно хотим видеть вас лицом к лицу. Но до того момент знайте, что мы любим вас и Бог сильно любит нас. Славь Ему навеки. Аминь. Не унывай, Господь всегда с тобой, неси свой крест, страданиях не общи. В руках Творца и Ты, и жребий Твой, Он верен нам, Он верен нам, общенья с Ним ищи. Не унывай, не унывай, земное все пройдет, на небесах, на небесах, наш Бог отцов с и ждет. не унывай, уж близок славный час, когда с Христом мы будем навсегда. В любви святой отрет нам слезы, Он исчезнет скорбь, исчезнет страх, заботы и нужда. не унывай, не унывай, земное все пройдет, на небесах, на небесах, наш Бог отцов свят. не унывай, Господь руководит, грядущим так, как прошлым управлял, ему лишь верь ничто не смутит, в свой час поймешь, в свой час поймешь, зачем ты здесь страдал. Не унывай, не унывай, земное все пройдет, на небесах, на небесах, наш Бог отцов свят. свят. Вітаю вас, дорогие брати и сестры. Слава Иисусу Христу. Мы с вами живем в непростий час. Мы видим, что происходит вокруг нас. Куда нам идти? Куда нам вертаться? Мы знаем из Библии, что есть Бог. Мы знаем из личности жизни, что есть Бог. Мы пережили с вами пандемию. Мы пережили с вами те майданы, которые происходят в Киеве. Мы пережили с вами уже 8 лет войны. И мы знаем, что Бог, то есть самогутный Бог, который может защитить нас, несмотря на внешние обстоятельства и внутренние хвилювания. И давайте мы с вами рассмотрим Псалом 45, 2 и 3 вешене. Бог для нас охрана и силы. Допомога в недолях, что часто трапляют. Тому не лякаем мы, как трясется земля, и когда горы суваются в сердце морев. Псалом 45, он открывает нам Бога, как того, кто наш охрана. Бог для нас охрана. Мы знаем, что люди винаймают охранцев, люди платят великие кошель для того, чтобы захистить. Люди ставят сигнализации, люди намагаются каким-то чином забезпечить, чтобы было безопасно это життя, но ничего не допоможет, если Бог это не посприяет тому, чтобы была охрана. Когда мы читаем Псалом 126, первый виш, то мы видим, что когда дома Господь не строит, даремно працюют его будильничи при ньому. Когда город не пильнует, даремно сторожа чувствует. Будильничи могут строить, но если Господь не богат то это даремно. Охранцы могут охранять, сторожа может пильнувать, но если Господь не пильнует, чтобы защитить место, то это все даремно. И мы видим, что Бог есть охрана. Но Бог не только есть охрана, Бог есть охрана и силы. Сила нам нужна для совершения тієї или или работы. Если нет силы, нет работы, нет активности, Бог для нас охрана и силы. И сила, она мы можем ее отримать только у Бога. Мы можем заниматься спортом, можем хорошо съесть, можем намагаться больше отдыхать, но если Господь не даст силы, то тогда у нас не будет силы. И где брать эту силу? Где брать это джерело, которое дает силу? Когда мы читаем Исаии, 46 раздел 27 то мы бачим где ця сила. Исаии, 46 раздел 27 в по что говоришь ты, Якова, и говоришь Израилю, закрита дорога моя перед Господом, и от Бога мого исчезла, моё право. Хиба ж ты не знаешь, або ты не чув, Бог відвечный Господь, что кинцы земли Он створил. Он не смучается, не втомлюет, и не забагненный его Он смученному дает силу, а без силы мить. И помучаются хлопцы и потомятся, и юники споткнутся и петкнутся, а те, кто надею складает на Господа силу восстановить, крила подъймуть, не мовти орли, будут бегать и не потомятся, будут ходить и не помучаться. Ти, кто надею складает на Господа, силу восстановить, крила подъймуть, не мовти орли. Мы бачим, что сведет брать силу, сила у Бога. И Він наша охорона и наша сила. Бог для нас охорона та в недолях, что часто трапляються. І третий вірш 45-го псалму. Тому не лякаемось ми, як трясется земля, і коли гори суваються в серце морів. Тобто Бог може захистити, Бог дає силу, і Бог допомога в недолях, що часто трапляються. Ми з вами віруючі люди, але живемо в світі, де є багато недолей. Ми бачили пандемію, яку пережили, слава Богу. Ми знаємо, що протягом всієї історії були війни, були різні недолі, був голод, були різні катаклізми. Бачимо, що існують також землетруси, цунамі, тайфуни, і різні катаклізми, але сказано, що Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляється. Незважаючи на ті недолі, які можуть бути або в світі, або в особистому якомусь житті, де якісь скорботи серед рідних та близьких, але він допомога в недолях. І так як він є допомога в недолях, тому написано, тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів, ми не лякаємось. Ми надіємось на Бога, ми надіємось на те, що Він є нашою охороною, нашою силою і допомогою в недолях, що часто трапляється. І також, коли ми читаємо далі, то написано, шумлять і киплять його води, через велич його тримтять гори. Через його велич тримтять гори. Ми чуємо, як тримтить щось, коли є снаряди, але ми знаємо, що Бог він сильніший. І через його велич гори тримтять. Також далі Псалом 45 із 5 вірша. Річка від ноги її виселять місто Боже найсвятіше із місць пробування Всевишнього. І коли Бог вибирає певне місто, коли ми знаємо, що є вічне місто, і ми бачимо, що найсвятіше із місць пробування Всевишнього те місто, яке Бог вибрав. Бог серед нього нехай не хитається. Бог поможе Йому, коли ранок настане. Шуміли народи, хиталися царства, а Він голос подав свій, і земля розпливлася. З нами Господь Саволод, наша твердиня, Бог Якові. Шуміли народи, хиталися царства, люди повставали, а Він голос подав свій, і земля розпливлася. У Нього є сила, Він є охорона, Він є допомога в недолях, що часто трапляється. З нами Господь Саволод, наша твердиня, Бог Якові. І далі є Псалом 45-й з 9-го вірша. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі припиняє Він війни, ламає Він лука, торощить списа, палить огнем колесниці. Гамуйтеся та знаєте, що Бог Я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Саволод, наша твердиня, Бог Якові. Хто припиняє війни? Сказано, що аж до краю землі припиняє Він війни, ламає він лука і торощить списа, палить огнем колесниці. А що треба робити народам? Гамуйтеся, знайте, що Він є Бог. І з нами Господь Саволод, наша твердиня, Бог Якові. Що ми дізналися про Бога? Бог для нас охорона, Бог для нас сила, Бог є допомога в недолях, що часто трапляються. Він є твердиною нашого життя. Нехай Господь богословить, щоб ми це пам'ятали протягом всього життя, щоб не відбувалося навколо. Нехай Бог буде з нами завжди. Але Бог буде охороною та силою, буде допомогою в недолях, що часто трапляються, тільки тоді, коли людина примирилась з Богом. Можливо, є хтось дивиться це відео, хтось ще не примирився з Богом. Потрібно вернутися до Господа молитви і покаяння, попросити у Нього прощення за свої гріхи і повірити, що Ісус Христос є Син Божий, який помер за наші гріхи, за наші беззаконні. А можливо, ви віруюча людина, але знаєте, що є навколо якісь обставини, які вас хвилюють, то пам'ятайте, що Бог є охорона та сила. Він є допомога в недолях. Незважаючи на недолі, які є, які Господь допустить, пам'ятаємо, що Він може захистити і провести через все життя. Зараз ми з вами помолимось. Нехай Господь благословить кожного з вас, дорогі брати та сестри, дорогі друзі. Будемо молитися. Дорогий Небесний Отець, дякуємо тобі за цей день, дякуємо тобі за те, що ти до цього часу зберіг кожного з нас. Прошу тебе, Господи, благослови кожного брата, кожну сестру, тих обставинах, які знаходяться, Господи, і ти поможи кожному з нас пам'ятати, що ти є охорона, ти є сила, ти є допомога в недолях. Господи, благослови, можливо, хтось ще не знає тебе як особистого спасителя. Богослови, даруй покаяння, даруй прощення гріхів та вічне життя для твоєї слави ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Амінь.